Теракт в Ницце Ну и, собственно, не успел состояться теракт в Ницце, как несостоявшийся, как говорят с экранов телевизоров, военный переворот в Турции. Вас просят его прокомментировать. Ну, почему несостоявшийся? Он состоявшийся, и он полностью удавшийся. Только надо понимать, что реально там произошло. Вот знаете, вот если по теракту в Ницце еще что-то там, да, хотя вот и по смене правительства в Великобритании, и по Кэри, и по Ницце, я, в принципе, уже сообщал достаточно информации о том, чтобы можно было с этими вопросами разобраться. То вот по Турции я уже сказал практически все, чтобы понять, что реально там произошло. Итак, возвращаемся к тому, что мы говорили перед этим, к извинению Эрдогана. В кавычках. Ну почему? Реально его заставили, его глобальщики сломали через колено для того, чтобы необходимые фразы прозвучали для международного сообщества. А это уже не важно, что там себе поднос пробурчал. А если ты еще пробурчал поднос, так будешь наказан. И, кстати, теракт имеет такую подоплеку, будет наказан. Об этом отдельно надо сказать. Значит, о чем идет речь? В результате кланово-корпоративного заговора российских патриотических элит в России, заговора в интересах Соединенных Штатах с целью расчленения России, других целей нет. И все участников заговора, все это прекрасно понимают. Но им плевать на Россию, им хочется быть амператорами, президентами и работать на кого угодно. Сложилась очень серьезная ситуация в Сирии, политическая. Ситуация, которая позволяет глобальному предиктору в какой-то степени компенсировать победу России в Сирии своим участием и стабилизацию правительства Асада, стабилизацию государства Сирии. То есть, можно снова реализовывать проект выведения Ирана как центра всемирного исламского халифата, центра концентрации управления, но, наверное, его назовут евразийцем. Может, чем-нибудь другое, кроме геополитики, придумают к тому времени. И отдачу Дарданелл Босфора под юрисдикцию Китая по прецеденту Гибралтара в Великобритании. Такие задачи появилась возможность решить. Для нас же засветила реализация того, что Сирия может превратиться в Афганистан. Нас это категорически не устраивает. Это устраивает патриотические кланово-корпоративные группировки. Вот тоже глупцы не умеют и не знают, как играть в глобальные игры, не знают ни глобальной политики, ни концептуальной власти, ни идеологической власти. А мне закрыли выход. Там было-то всего на центральной СМИ. Это же вообще ничего. Они думают, они мне что-то сделали, а не себе сделали. Но нельзя при проведении политики... Ну не знаешь ты глобальной политики, не знаешь концептуальной власти. Ты хотя бы что-то немножко слушай, когда там будет выстраиваться. А то ты делаешь вид, занимаешь страусинную позицию. Если я запретил на своих, подконтрольных мне СМИ, и он не появляется, власть, реализуемая на практике способностью управлять. А управление, процесс информационный, распространение информации, есть управление. Что делается сейчас через интернет? Управление. Да не будет меня, другая информация будет. Но она будет в любом случае. Нельзя от нее как страусу закрываться. Нужно с этой информацией учиться взаимодействовать. А они просто закрываются. Ну, то и получат. Мало-то нет, чтобы пойти реально на сотрудничество. А то выучили новое модное слово «геополитика» и млеет от счастья. Я смог это слово сказать. А еще там «анаконда, кольца» – бред несут. Не хотят разбираться реально в том, что происходит. Так вот, они никогда не выиграют. Они никогда не выиграют. И более того, даже те договоренности, которые они заключают, они будут нарушены. Потому что они не умеют играть. Они никто оставит тех, кто кто-то. Вот либерастов, как бы мы их ни ругали, но их готовили весь советский период. Весь застойный период, имеется в виду. И там подбирали всех этих чубасов и прочих. И они оказались управленчески состоятельными. Как бы мы их ни ругали. Но управленческие элиты патриотические, они управленчески несостоятельные. Их специально ведут к власти. Потому что они работают на интересы другого государства. Но их ведет Соединенные Штаты, страновая элита, которая уже, кстати, приговорена. Соединенные Штаты приговорены к трансформации а-ля в Советский Союз. То есть там-то будет развал, и скоро у них хозяина-то не будет. Кому служат вообще? Вопрос в другом. Нам нельзя превращать Сирию в Афганистан. И у нас есть заговор идиотов. Понимаете? Чего делать? Глобальный предиктор говорит. Мы не хотим отдавать вам Дарданелло и Босфор. Потому что мы знаем, что при любом раскладе, который произойдет, останется ли Эрдоган у власти, будет ли он свернут, Турция распадется. Там будут процессы, которые мы не сможем их остановить, и проливы останутся вам. И Черное море будет внутренним русским морем. Мы не хотим этого. Но мы знаем, что вы не хотите. Но мы вам предлагаем вариант. Вы же не хотите, чтобы у вас Сирия превратилась в Афганистан, а в Москве совершился государственный переворот. Вы же хотите, чтобы мы в Сирии вам слегка помогли? И в России этим дебилом кислород перекрыли. У нас же есть. Деньги-то там. Связи. Все. Компромат на всех. Мы все это спокойненько реализуем. Путин, естественно. Конечно. Вопрос-то какой. Ну давайте тогда в наших интересах застабилизировать Эрдогана. Задержать. То есть заморозить процесс распада Турции. Это только чуть-чуть заморозит. Это не решит ни одной проблемы в Турции. Это чуть-чуть заморозит. И вот когда мы будем дальше рассматривать сам переворот, мы об этом как раз и будем говорить. Значит, что нужно сделать? Вам сейчас нужно с Эрдоганом замириться с Путином. Ну ладно. Пусть извиняется. Официально пусть извиняется. А там дальше будем работать. Эрдоган, как ему объяснили, вот тут нужно понять вот что. Я еще раз, уже сколько раз говорил. Эрдоган – креатура глобальщиков. Он участвует в глобальном проекте. А Давутаглу – это креатура Соединенных Штатов. Разница. И от Эрдогана, не Эрдоган кого-то там выгнал, а от Эрдогана бежали все, когда из него делали бесноватого. Что вот Борис Джонсон выиграл-то конкурс стишка? Вот что с ним творилось. А ведь об этом мы сказали изначально, как только это произошло. Потом все это пошло. Что из него стали делать? Значит, вопрос заключается в следующем. Без внешней опоры, без любой внешней опоры, мы не будем. Эрдоган рухнет. А для нас что? То, что Эрдоган на какое-то время еще останется во главе Турции, не спасет ни Эрдогана, ни Турцию. Мы можем это пожертвовать, но мы сохраним свою победу в Сирии, мы сохраним свое государство и не допустим государственного переворота. Нас это устраивает. Мы отложим это, пусть дальше все это продолжается. Все. А Эрдогану объяснили. Вот если ты сейчас, вот сейчас не приносишь извинения, то завтра мы отворачиваемся, и у тебя государственный переворот. Я постоянно об этом говорил. Ему светит государственный переворот. Эрдоган реально понимает, он ничего не справится. Армия управляется Соединенными Штатами. Армия управляется другими силами, которые управляют и им. Значит, будет государственный переворот. Значит, судьба Саддама Хусейна и Каддафи для него это не какая-то там, не какая-то фигура речи. Она будет. Значит, надо договариваться и надо стабилизироваться. Договорились. А заговор-то никуда не девался. Процессы-то в армии, которые были запущены, они же идут. Что нужно делать для укрепления Эрдогана? Нужно этот заговор ликвидировать. И как этот заговор ликвидируется? Вот непременным условием победы этого заговора, военного переворота. А их было четыре в Турции, да? Вот об этих переворотах люди вообще-то узнавали потом из новостей. Тихо, спокойно, раз, переворот совершился. Всех арестовали, кого надо, и все прочее. Так вот, этот переворот проходил по другой схеме. И вот непременным условием этого переворота была ликвидация Эрдогана. Ликвидация. Это полнейший аналог заговора 20 июля 1944 года. Когда генералы захотели договориться с Западом продолжать войну в Востоке, но договориться с Западом, для этого им нужно было ликвидировать Гитлера. Но для этого нужно было ликвидировать, вот понимаете, Гитлер ликвидирован, и тогда все эти генералы становятся легитимными, они ведут войска, все прочее. И здесь была та же самая ситуация. Нет Эрдогана, их действия легитимны. Есть Эрдоган, они становятся путчистыми, особенно если к этому подготовиться. А подготовились по полной программе. И если посмотреть по сути вот этого переворота, то не заметить аналогии с ГКЧП 1991 года, но просто невозможно. Ведь с чего начинается? Смотрите, Эрдоган, как какой-то там помятый в Форосе, хотя он в комфортных условиях был, Горбачев, он приехал, весь помятый к народу вызывает. А выйти на улицы обращался Ельцин, но здесь все в одно совместили. Он там обращается через интернет к людям, выходите на улицу, ты что делаешь? Против танков, людей бросаешь. Но так можно делать только в одном случае. Если ты знаешь, что переворот будет ликвидирован, и люди не пострадают, но потом на основе этого можно строить миф. Что было в 1991 году? Были организованные люди, которые имели мобильную связь. Это сейчас мобильный телефон у всех, да? И не вызывает никаких там это... А тогда переговоры по рации сразу фиксировались. О, у него рация, с кем он переговаривается? А что-то он потом начинает шебуршить и людей собирать, куда-то везти, понимаете? Все это координировалось в 1991 году. Так вот, и здесь то же самое. Были организаторы, выводили. Но самое главное, что было по отношению к армии? Завели армию в Москву и бросили солдат. И они не знают, чего делать, как делать, никаких приказов, понимаете? Ничего. Они просто думали, ну как, они выполняли приказ. Что в Турции? Те же самые солдаты, тоже просто так заведенные. Они думали, что учения. Зачем их повели? Куда их повели? Какой переворот? Вы что, я вообще не в курсе, о чем здесь происходит. То есть, как и на Сенатской площади, вывели солдат, как массу. А им что, зачем знать-то? Ну так вот, участие солдат в таком неведении обеспечило то, что не будет конфликта между населением и армией. А значит, на основе этого можно строить будущий миф. Вот для этого Эрдоган обращался к населению. Ему нужно было показать, что это как бы народное восстание, чтобы потом, чтобы потом участников заговора ликвидировать при народной поддержке. Он обеспечивал народную поддержку. Это не его разработка. Я уже говорю, там вот эти все сценарии, они вон они, на поверхности. И это балуется так, глобальный предиктор, глобальное государственное управление. Они вывели, засветили всех, и дальше вообще полная непонятность происходит. Вот мы много знаем о том, что в цифрах арестовали 70 каких-то там организаторов, потом 6 тысяч участников уже на сегодня арестовано. А фамилии-то раз-два и обчелся. Никакой информации как таковой нет. Но вот во всей этой какафонии пролетела одна информация. Насколько она там достоверна или недостоверна, это вопрос такой. И он принципиального значения не имеет. Но в качестве определенной иллюстрации он как бы показательный. Как только начался государственный переворот, то вот буквально в самом начале пролетела информация, что какой-то генерал, который являлся организатором и координатором всего этого государственного переворота, застрелился в своем кабинете. Все. Непонятно, что за генерал, застрелился, застрелили. Ну, неважно. Факт тот, что видите, бессистемность, неправильность, показушность и абсолютно неэффективность в плане государственного переворота действия. Но тем самым создано необходимое информационное поле. И вот здесь стоит вопрос. Эрдогану дали ликвидировать государственный переворот. От этого будет ухудшена армия? Нет. От этого качество армии не будет ухудшено. Потому что из армии будут вычищать как бы государственных преступников, чьи связи с иностранными войсками, с иностранцами, в общем-то, даже у сослуживцев не будут вызывать сомнения. А почему? А потому что у турецкой армии очень плотное отношение с американской армией. И ликвидация какого-то количества вот этих заговорщиков, это не значит, что там вот сейчас требуют смертную казнь, и всех 6 тысяч там расстреляют. На самом деле нужно ведь как? До предела накрутить строгости, а потом добрый господин помиловал. А самое главное, есть торг для договора. Западное сообщество говорит, военный переворот это не повод для зачисток внутри страны. Это нужно разобраться. А потом выяснится, да, случайно арестовали, да, неправильно, ну, извинились, там все прочее. Но ликвидируют кого? Ликвидируют именно американский сегмент вот этого заговора. То есть то, что подчиняется американцам. Вот есть один такой момент. Когда у Кэри спросили, он в Москве спросили по перевороту в Турции, он сказал, что он надеется там на стабильность и очень важное слово преемственность. И все сразу зацепились. А-а-а, это же американский заговор-то, это американцы хотят... У дипломата не бывает случайных слов. Да, именно это и хотел сказать Кэри. То есть он американской страновой элите подарил проблему. Он показал тому же Эрдогану, с нами договариваться с глобальщиками можно, с ними нет. А второе значение вот это слово преемственности. Эрдоган же не знал, успели вывести Эрдогана, не успели вывести Эрдогана. Значит, если его не успели вывести, значит, нужно говорить о преемственности. Значит, надо о стабилизации управления говорить. То есть, одним словом, он обеспечивает пролонгацию управления Турцией со стороны глобальных элит, глобального предиктора. А с другой стороны, он прямо подставляет американские страновые элиты, которые осуществляют государственный заговор. И почему армия-то особо не пострадает? А не пострадает она вот почему. Кого Эрдоган сразу обвинил в том, что был совершен переворот? Фетхуллах Гюлен, проповедник, который живет в Соединенных Штатах. Но я уже говорил о том, что Гюлен – это глобальная политика. Это совершенно иной вариант развития государства. Это не подчиняется американской страновой элите. Но почему Эрдоган сказал? А потому что ему сказали об этом. Ты скажи. А во-вторых, он знает простую вещь. Вот американский сегмент, он вычистит, ему дадут. Здесь его поддержат. Но у него в армии останется мощный сегмент офицерства, да и вообще военных, которые являются оппозиционной к нему, к Эрдогану, но лояльны к Гюлену. И соответственно этому, пока Гюлен и его последователи присутствуют в армии и в государственном управлении Турции, Эрдоган является временной фигурой. Эрдоган это понимает, поэтому он всеми силами пытается зацепить Гюлена и выцепить его на себя, чтобы расправиться с сегментом Гюлена в армии. А вот когда он это сделает, то армия Турции точно тут же потеряет свою боеспособность. Потому что это будет совершенно иной удар по армии, нежели чем вычистить проамериканский сегмент, который ему дали вычистить для стабилизации Турции. Но почему ему сказали? А ему сказали, чтобы он не забывался. Мы тебя стабилизируем, но ты очень много просто накосячил. Ты сделал неправильно. Поэтому ты имей в виду, у нас всегда есть козырной туз, Гюлен. И вот он бьется за Гюлена. А Гюлен говорит, да я готов приехать. А почему? Да потому что он знает. Эрдоган ничего не сделает с ним такого, что не позволит Глобачка. Он является символом вот этого нового нео-османизма, той теории, которая бы превращала Турцию в Третий Рейх. И эту задачу еще никто не снимал. И потенциал, который был создан под это, он существует. И Эрдогана ставят только для того, чтобы он не растерял этот потенциал. Ему не дадут. А если он пойдет по этому пути, то будет дана команда. И тогда уж Эрдогана просто ликвидируют сразу. Помните, когда рядом с Эрдоганом человек разрядил пистолет в стену? Ему уже подходили и показывали. Это тебе не вот эти страновики, американская элита. Вот обратите внимание, как купилась американская элита вообще просто на этот заговор. Они ждали результата. Они надеялись на него. Выступает, по-моему, Кирби. А, нет, этот, представитель Белого дома. Не помню. Ладно. Он о чем говорит? Мы следим за неспокойной ситуацией в Турции. Следим за неспокойной ситуацией в Турции. Все страны осуждают государственный переворот. И только Соединенные Штаты следят. Они не знают, что как там произойдет. Им надо будет сориентироваться. А Керри уже подставил страновиков. Понимаете? Они сами связали себя с этим заговором, когда неспокойная ситуация. Они не осудили. Они надеялись на то, что там произойдет переворот. И вот этот аспект, он, в общем-то, Эрдогану выйдет боком. Короче, здесь ситуация такая. Надолго они не смогут удержать ситуацию. Поэтому сейчас что делается? Вот МИД Ирана сообщили о том, что они в течение 14 первых часов переворота целых три раза поговорили с Эрдоганом. Ну, там Элдерым и Эрдоган. Три раза. Понимаете, какая плотность? То есть, Иран будет стабилизировать это положение. Никто не даст последователям Гюлена под расправу. А выводят сюда Иран для того, чтобы в последующем удержать Турцию от распада. И вовремя, когда она, так скажем, краткосрочно выполнит роль Третьего рейха, а может быть и минуя это звено, сразу попадает под юрисдикцию Ирана и всемирного исламского халифата. Но проливы России не достанутся. То есть, здесь серьезная идет игра, очень серьезная. Но в данной ситуации у них ничего не получится. Не теми картами, что называется, играют. Вот они там любят говорить, что Путин даже плохими картами играет хорошо. В данной ситуации у Путина на руках хорошие карты. Несмотря на то, что есть полномасштабный кланово-корпоративный заговор с целью совершения государственного переворота в России в интересах Соединенных Штатов. И осуществлять его собираются патриоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова